С наступлением летнего периода и сезона отпусков каждый горожанин стремится на природу, чтобы отдохнуть и поплавать. И, к сожалению, обычное купание может обернуться трагедией. Ежегодно в России гибнет на воде 10 тысяч людей, а по всему миру около 400 тысяч человек. Люди с теми или иными отклонениями в сердечно-сосудистой или в дыхательной системе в очередной раз заходить в воду, чтобы искупаться, не рекомендуется, а в некоторых случаях даже противопоказано. Например, астма, либо же хроническая обструктивная болезнь легких, стенокардия, недавно перенесший инфаркт миокарда. Также в эту группу входят люди с сахарным диабетом. Кроме того, заходить в воду не следует при наличии инфекционно-воспалительных процессов, эпилепсии и заболеваниях в нервной системе. Если несчастный случай все же произошел, необходимо вызвать скорую и оказать пострадавшему первую помощь. Чтобы вытащить его из воды, необходимо подплыть к нему сзади со спины, обхватить его за шею, подмышки одной рукой, второй рукой нужно грести к берегу. После того, как пострадавшего вытащили из воды, его необходимо уложить на спину. Если человек в сознании, его нужно перевести в устойчивое боковое положение и ожидать приезда скорой помощи. Но если он находится без сознания и не реагирует на происходящее, необходимо определить наличие дыхания. Если его нет, то нужно сделать искусственное дыхание с пяти вдохов, используя защитный экран, например, марли или платок. И далее необходимо организовать сердечно-легочную реанимацию. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего. Вторую ладонь наложить на первую. Соединив пальцы в замок и сделать 30 надавливаний в области сердца с частотой 100-120 в минуту. С глубиной давление 5-6 сантиметров. Затем нужно повторить искусственное дыхание в количество в два раза. Реанимация продолжается в соотношении массаж сердца и искусственное дыхание 30 к 2. До появления признаков оживления, либо до приезда скорой помощи. Если у пострадавшего восстановилось дыхание, его нужно повернуть на бок и контролировать состояние до приезда скорой помощи. Для того, чтобы избежать несчастного случая, купаться нужно только в оборудованных местах. Если вы купаетесь в незнакомом водоеме, вас поджидает целый ряд букета опасностей. Это, возможно, омуты, крутые обрывы, водовороты и всяческие коряги и водоросли. Ну и антропогенные украшения на бетонные блоки, арматуры и прочий хлам человеческого происхождения. Дальние заплывы тоже опасны, так как определить расстояние на воде гораздо труднее, чем на суше. В эту ловушку зачастую попадают и вполне опытные пловцы. Не рассчитав сил, заплывать слишком далеко и на обратный путь сил уже не хватает. Также необходимо соблюдать технику безопасности, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а детям всегда необходимо находиться под присмотры взрослых. То есть человек, идя вроде бы по хорошему нормальному бегу, может попасть или в яму. То есть для ребенка это, конечно, особенно опасно. Это, во-первых, резкое падение, кондентрация. Ребенок пугается, делает первый вздох, а первый вздох он уже делает в воде. Соответственно, второй вздох он уже делать практически не может. И гибнет в результате 5 метров от берега на глубине 1,5 метра. Диана Жленкова, Универньюс.